Главное зимнее спортивное событие Владивостока ежегодно собирает на острове Русский около тысячи участников. И неудивительно, ведь нигде больше в России не проводятся такие массовые забеги по замерзшим акваториям. Ледовый полумарафон в бухте Новик своими уникальными ощущениями привлек в этот раз спортсменов из 11 стран мира. С каждым годом силы ощущений становится больше. С каждым годом людей больше, энергетики больше. С каждым годом мы приближаемся к нашей цели. Владивосток – столица бегового движения. Сначала Дальнего Востока, но я так даже думаю, мы скоро и к миру приблизимся. В этом году впервые 30% практически, даже больше, среди участников ледового полумарафона – это наши гости. Уже на обязательной разминке видно, что участники в ледовом забеге самые разноплановые. Будь ты учитель, политик, легкоатлет – полумарафону это не важно. Своим испытаниям он объединяет всех. Я не знаю о никаких странах в мире, которые проводят такое соревнование. Я не специально готовился. Я, может быть, иногда я бегал. Я делаю гимнастику каждый день, рано, утром. Но я только бегаю 5 километров. Задача вот уже четвертый год остается неизменной. Всем участникам дается на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 километр. Последнее – это и есть полумарафон. Возможность испытать себя в беге на льду была и у детей, которые героически преодолели 500-метровую дистанцию. И если подрастающая спортивная молодежь сделала это за несколько минут, то взрослых бегунов ожидало более долгое путешествие на пару экстремальных часов. Пока сотни участников преодолевают льды бухты на вик, зрители и болельщики не скучают. Полумарафон ежегодно, помимо спортивной составляющей, включает в себя и развлекательную программу. Сегодня мы создали события. Сегодня культурная программа насыщенная. Зона фудкорта, интерактивные зоны, аниматоры. В общем, все для того, чтобы людям сегодня было комфортно и весело. Отмечать праздник спорта, отметить 23 февраля. И вот на финише появляются первые герои дня. На главную полумарафонскую дистанцию, 21 километр, у лидеров ушло около полутора часов. Пробежав в финишную черту, спортсмены получали свои заветные медали и, едва отдышавшись, делились со своими родными и друзьями первыми впечатлениями. На время здесь обращать внимание вообще не нужно, потому что дорожка, асфальт и лед – это вообще абсолютно разные вещи. И бежал по собственному самочувствию и, соответственно, смотрел, где соперники. Вот. И все удачно получилось. Первый старт в Владивостоке. В 2016 году я был здесь третий, а сейчас выиграл. Но в 2016 году я не участвовал, потому что я порвал ахилл. У меня была операция, я учился заново ходить и бегать. И я дал своему отцу слово, что я выиграю этот забег. Он не хотел меня отпускать. Пап, я выиграл, эта победа посвящается тебе. Весь пьедестал и призовой фонд в 300 тысяч рублей поделили между собой спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Ростова-на-Дону и Китая. Однако свои награды и памятные призы получили и все остальные смельчаки, отважившиеся на это ледовое беговое испытание. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.